И еще раз всех приветствую на второй игре, Ашер против Дота Тим. Дэз Профит наконец-таки вырвалась из бана. Не запретили ее Дота Тим, решили, что важнее забанить Энигму и Манки Кинга. И сразу же Ашер забирает себе ДП. Дота Тим снова начинает распик Шаван и плюс один. И это Бладсикер, это снова, я думаю, Керри Бладсикер. И посмотрим, накажут ли за него Ашер, я уверен, что да, спойлер. Забанили Тимбера, уже плюс. Это было бы слишком, оставить Тимбера и надеяться, что его просто не возьмут. А его бы, я думаю, взяли. Хотя есть Тусик уже, в принципе, Тусик может пойти и на роль тройки. Он также хорошо и гоняет, и по игре. Против Бладсикера. Бан Войт Спирита и Фантом Лансера Ашер. И над своим пятым баном думают Дота Тим. Мне кажется, довольно логично будет Бладсикера переставить на тройку. ДП должна быть на мид линии, позиция 2. И вряд ли она, в принципе, даст хоть какую-нибудь жизнь для Бладсикера. Она будет присасываться, он будет всегда страдать от её ультимейта, получать себе задувки. Бегать в Сайленсе. И, скорее всего, стоит, я думаю, его переставить. Доберёт снова мид пака. ДП пак, линия довольно ровная. Ровная. Ни у кого преимущества здесь. Ну, слишком большого быть не должно. Третий пик для Ашеров. Ну, что же они себе возьмут? Возможно, Саппорта. Возможно, кстати, даже Оракла. Для сейва ДП. Ну, также, в принципе, подсейвить от контроля Шамана. От резкого врыва пака можно. И он как раз-таки и не в бане. Что же выберут Ашеры? А Ашеры забирают себе Леона. Потомка Дота Тим. Замечательно. Убирают, наконец-таки, Бладсикера с Короли. Это прекрасно. Понимают, что... Ну, опять же, против ДП Фантомка тоже милищник. Мне особо приятно. Да и у Леона. Много урона. С пальца. Фантомка, конечно, получше, чем Бладсикер. Но все равно это милищник. Да, и пикают еще и Вайпера. Это пятерка ДП. Либо может пойти на роль офлейнера. И Мид Вайпер пока просто уничтожает Дота Тим. От него страдают все. Фантомка отключается. Фантомка отключается. У нее пассивка. Бладсикер, в принципе, ничего не может сделать. И забыли, 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 забыли про Вайпера. Обычно при таком распийке его убирают. Но в этот раз его оставили. И похоже, что здесь Ашеры, возможно, просто задавят Дота Тим. Потому что пока на Вайпера каких-то контрмер здесь нет. Да, пак постоит неплохо. В Теории можно даже его убивать. Но, будем честны, Вайперу будет в любом случае на линии стояться проще. Банят Тролян. Дота Тим. Но все правильно, да. По сути остается только Керри для Хеллрайзерс. Дота Тим же не хватает саппорта минус Брадмазер. Думаю, что это кто? Вот кто еще может быть саппортом? И персонажей саппорт пак. Но это вообще бесполезно. Блотики. Я помню саппорт Фантомку. Если не ошибаюсь, от Лива. Это было прикольно, конечно, но... Просто вот. Скорее в роли. Это еще и Урса. Это похоже на очень быструю смерть для Дота Тим. Урса должен съедать и Фантомку, и не чувствовать Блотсикера. Да. Обычно всегда на третью бану летает Урса. Во второй стадии. Ну, либо, кто хочет ее брать. Не банят. Ну, кстати. Вот так посмотреть сквозь время. Бан Медузы. Бан Шэдоу Демона. Фантом Лайнсера. В принципе, все эти герои были бы крайне противны для Урса. Ну и да, и Бруду бы. Теории никак бы не убили. И странно, что Урса дожил до Ласт Пика. Но доживя до Ласт Пика, он до сих пор актуален. И я думаю, задумались Дота Тим. Что можно взять, как кого пересвапать. Потому что они понимают, что Урса будет представлять максимальную опасность для их Пика. Да, Фантомка может ублинковываться от Урсы. Чуть-чуть замедлить. Но она может спастись. А по-хорошему им бы убивать. И тут такой агрессивный пик, что имеется и Вайпер, и Урса. Могут просто минуты с десятой Ашера идти и убивать. И как будто бы Дота Тим загнали себя в ловушку. Остается меньше десяти секунд. Совсем мало времени. До последнего тянут. И на последней секунде они забирают себя в виджет Доктора. Саппорт. Да. Вряд ли он мог каким-то образом выиграть пик. Возможно, саппорт Геррокоптер. Но, скорее всего, он бы тоже отлетал. И по пику тут явное превосходство у Хелл Рейзер. Прям. Вот как будто это будет очень быстрая и бесперспективная игра для Дота Тим. Резоль на... Оффлини на Дес Профит. Лил Зайцем. Саппорт Туск и Леон. Вообще, как по мне, идеальный пик у Ашер. У них хватает тимфайта. У них хватает... Да, возможно, в лейтгейме будет у Дота Тим какая-нибудь вместо... Фантомки Спектра. Вместо Пака... Кто у нас какой-нибудь... Аркварден. В лейтгейме шансы было бы больше у Дота Тим. Но, опять же. С таким пиком очень просто игру до лейтгейма не довести. У вас всегда есть чем сносить башню. У вас есть контроль. У вас есть тимфайт. У вас есть урон. Ну, в принципе, есть все. И довольно странно было отдавать и Дес Профит, который вечно в бане. И Урсу, которая тоже из бана у нас не выходит. Так еще и под Вайпера. Ну, посмотрим. Посмотрим, как сыграют Дота Тим. Возможно, все будет не так плачевно. Так, здесь все есть. Возможно, Дота Тим как-то в триплу пойдут. Но оставлять Соло Блот Сикера тоже опасно. Хотя, если будет стоять 1 на 1 с Баншой... Да, Баншой его погоняет. Не лучший, не лучший выбор игрок, конечно, у Дота Тим. Два варда уже поставили. Во вражеский лес отвечают Вардом и Ашер. Вард палят. Блот Сикер. Могут цеплять. Так, Тим. Прожимает. Да, много урона. Погибнет первым, скорее всего, Леон. Леон погибает. Размен на Блот Сикера. Один в один пока. Много их потеряет Заяц. Урон по Соло. Заяца должны добивать. Заяц пытается жить. У него стики не хватает. Но погибнет за это и Кинг. Размен 2 в 2. Небольшое преимущество. Да, Дота Тим. Но, в принципе, все довольно равно. Неожиданный замес на нулевой минуте. Два в два еще. Оказывается, в глубоком тылу Соло. Его видит Янг Джи. Видит? Нет, нет. Нет, все-таки не заметил. А теперь заметил. Лил. Есть подкоп. Кто здесь у нас? Здесь у нас Урса. Могут попытаться убить, конечно, но... Слишком много времени выиграть Соло. Дает... Тому же просто есть телепорт. Соло на ботинке. Поэтому... Убегать было бы ему довольно просто. Лил. Начинаю сразу роумить. А, нет. Нас понимают, что здесь был Вард. Сбивают Вард. И тпшится обратно к своему Урсе. Линия же Урса с Леоном намного сильнее, чем у Дота Тим. Уже гоняют Соло. Могут убивать. Крыжок через 3-2-1. Размен... Да, разменивать. Это был лучший выход для Дота Тим. Соло здесь никак не выживал. Вкачивает и пассивку Куман. Размениваться, я думаю, только в пользу Урсы. По такой линии. На миде у нас ФН на паки против Янг Джи на Вайпере. Вайпер успевает подфармливать еще и вражеский лес. Так даже Арбой не успевает добить. По крипам у нас Вайпер 10-1. У пака 6 на 0. По уровню тоже ситуация ровная. Но, как мы видим, Вайпер будет просто успевать профармливать больше крипов. Возможно, толкать линию. Да, уже агрессирует на пака. Ну, с помощью Арбы пак будет уходить. Тут скорее вопрос в перефарме, а не в смерти. Да, довольно нагло толкает. Вот, между Т1 и Т2 уже обосновался Вайпер. Даже с первым нейротоксином. Паку уже стоять неприятно. На сложный у АШ резолюшн на Death Profit. Вместе с Зайцем на Тусике. Просто на мужика разменивается Зайц с Кенгером. Стики. И улетает. Последний стик, там не добьется. Довольно слабый первый. Маледикт. Скилл приятный, но все-таки на первом уровне. Хоть дэмэдж и неплохой, но все равно слабоватый. Рамзес. Имеет сколько у нас? 9 крипов. У Резоля 11. Так что легкая линия для Дота Тим не такая уж и легкая. По крайней мере она комфортная. Для АШР, что самое главное. 25 на 2 у Вайпера. 16 на 0 у Пака. Да, стилит крипов. Хорошо, что есть прыжок с Вординг Рифта. А может уйти на безопасное расстояние. Но Вайпер, Вайпер, Вайпер все равно приближается достаточно быстро. Ему уже по идее летят 2. Нет? Я думал летят 2. Рейс Бенда. Или он передумал их покупать. Интересно, что Вайпер купил Боттл. Немного необычно на таком герое. Зато сможет смело спамить нейротоксином. У него на это будет мана всегда. Да, у него не такой дорогой скилл. Да, по меркам Вайпера, конечно, не идеально. Но, сравнивая с любыми другими, довольно приятный. Нападает на Кингра снова Заяц. Дайвит на Рамзеса. Не дает ему никакой жизни. Да, у него есть блинка, может уйти. Но... Сноубол отлично. Врыв на Рамзеса. Задувка, присоска. Еще пару тычек. Нет, тычек нет. У Рамзеса откатывает уже блинк. Будет задувка. Не хватает маны немножко. Да, буквально одна тычка отделяла. Резолюшна от фрага. Но Рамзес выживает. Уже приносит себе колечко. На линии будет стоять немного попроще. Да, от резких врывов это не поможет. Но... Вбивают, кстати, Нанграду. По графикам что у нас? По графикам уже тысяча за Ашер. Как будто бы уже посыпались Дота Тим. Вайпер просто уходит даже в лес. Успевает профармить просто все. Видимо, нужно на линию возвращаться как-то. Слишком глубоко он в лесу. Видимо. До возвращения на базу хочет профармить. И потом вернется мешать Паку. Что у нас у Урсы? У Урсы. В плане фейзы. Вот Сикер собирает себе Урну. Пятая минута, что он с Паруном. Здесь заберет две Соло. Здесь забирает Кингер. Ультимейт от Пака. По Тусику. Должны его забирать. Нет. Выживает Тусик. Маледик добивает все-таки. Но Резоль разменивается, забирая себе Вич Доктора. Неплохой выход от Пака. Разменяли саппорта саппорта. По сути, никакой из команд этой плюс не идет. Не хочет ваперлинию подпушивать. С катапульты. Хотя мог бы. Просто идет профармливать дальше лес. Понимая, что из леса он вынесет явно больше. Чем с той же линии. На легкой линии фармит Урса. Имеет 30 крипов. Уже принес себе фейзы. Теперь, если подставляется Блад Сикер, это, скорее всего, будет фраг. Ну, так же, если и нет Хикса или Шейклов от Шэдоу Шамана, вряд ли подставится под Сайленс. Нападение на Блад Сикера. Здесь уже ТП от Пака. Но пришел сюда и вайпер на хосте. Заплевывает. Это минус Шаман. Нонград. Уйдет ли Нонграда? Нонград отпускают. И идеально погибает еще и Фантомка. По всей карте Дота Тим сыпется. Можно же Нэтворса включать. А по Нэтворсам только Пак находится между игроками команды Ашер. Плачевная ситуация у Фантомки. Далеко неприятная для него была линия. И никак не помог Ласт Пик. Вич Доктор. Даже Стайк уже подфармливает Фантомка. Чтобы иметь хоть каких-то крипов. А Урс уже имеет почти седьмой уровень. И выфармливает себе Баттл Фьюри. А Фантомка не поменяла свои планы. У Фантомки ПТ. Ну уже почти тысяча разницы между кири команды Ашер и Дота Тим. И скорее всего эта разница будет только усугубляться. Очередной выход от Зайца. Прикрывают Рамзеса. Ультимейт уже есть у Резолюшина. Должны погибать здесь оба персонажа. Фантомка пытается упрыгнуть. Но не выходит. Подставляется еще и Кингер. Хотя мог с ТП улететь по идее. Но нет. Врыв от Пака. Дэмэдж у него не хватает. Но и сам Пак не погибает из плюсов. Заодно с ультиметом заберут еще и Вышку. Но пока игра у Ашер складывается максимально приятно. По всем фронтам давят. Ни на одной из линий не просели. Довольно наглая игра от Соло. Может подставиться. Получает Шейкл Урса. Сбивают. Да, это минус. По Соло и Нонграта тоже уходить туда не должен. Сайленс. Сбегает. Забирают Лила. Но уже здесь Резоль. Будет задувка. Отлично. Куман все-таки погибает. Но нечем остановить Резолюшина. В небольшой плюс для Дота Тима Дэнфайт. Но общее преимущество уже 2000 за Ашер на восьмой минуте. Что у нас у Вайпера? Близко ли Атос? А Атос от Вайпера всего на расстоянии в 500 голды. И скоро он должен его себе приобретать. А Ашер забрали из вышек только Т1 сверху. Я думаю с ультимейтом. Из Алюшина. Должны это исправлять. Скорее всего на какую-нибудь легкую линию может тянуться и помочь Урсе забрать Т1 тавр. А возможно и с Вайпером на мид линии. Наводят свой лес игроки. А, либо это Резолюшн. Резоль собирает в себя худ. Просто на выживаемость. Уже имеет восьмой уровень. А что, кстати, по уровням? Да, Резоль топ-2. Опережает даже керри Урсу. Наравне с мид паком. Очень хороший результат. Ну да, по опыту преимущество уже 3000 за Ашер. Стягиваются на вышку. Ну и да. По откату ультимейта, я думаю, Резоль будет прожимать экзорцизм. И Т1 будут забирать. В лес уходят. Здесь уже есть и Заяц. Ну, на Рамзеса опасно. Нападать у него есть стики. Стакает вражеский лес. Резолюшн. Будет выфармливать. Кингер, Сайланс, Присоска. Да, это минус Кингер. Еще и Урна. И как раз с этим ультимейтом можно... Рамзес. Выход на Рамзеса. Сайланс. Если Сайланс. Две секунды. Ну, возможно, лучше бы даже забрать... Нет, на Нонграду. Ультимейт только в героев. Сноуболи сейвит от печати Блатсикера. Задувает. Отлично. Минус. Да, он погибнет, но он уже сделал все, что должен был. Забрал двух героев. И... Да, жалко, что он потерял. Из восьми. Что? Восемь, один, два. Оффлейн Резолюшн. Вот. Восемь, один, два на оффлейнере. Насколько замечательная игра у Резолюшна. Минус по Лилу. Также должен погибать и Заяц. За наглость наказывают. Но... Мы смотрим на графики. Да, преимущество упадет. Но, опять же, пока ведут Ашер. В это время фармит Урса. Я думаю, со следующим ультимейтом могут даже заходить на Рошана. Чтобы его забирать. И вот немного инфы про ДП. Восемь, один, два. Я думаю, прекрасно. Да, не стоит недооценивать то, что это именно Резолюшн. Это именно Дота Тим. В виде соперника. Но, как бы, вот причина, по которой этот герой находится в Пермабане. Дальше. Первой стадии. Обычно он вообще никогда не доживает. Собственно, как и Урса. Но пока Урса. 3-1-3. Да, неплохо. Но пока какого-то конкретного импакта Куман не внес. Забирают Рамзеса. А где это произошло? Вайпер. Вот. В единичку скилл. Просто аннигилирует целого героя. Дабл палец, скорее всего, да. Но вот фантомка без пассивки. Да, все в единичку. Но в любом случае, в будущем, вайпер. Будет крайне много дэмэджа вносить по фантомке. Могут поймать Нон Грату. Нет. Выход. Подставится, возможно, пак. Но на рыбу он не прыгает. Играет осторожно. И из тройки врага Ашеры уходят в ультимейт от ДП на миде. Под пуш Т1 тавора. Просто почти по кодей ультимейта. Резоль его использует. И делает какой-то движ. Нападение на Резолюшена. Прячет его в Сноубол. Укатывается на Соло. В Сайланс. Получает много дэмэджа. Под Маледиктом погибнет Резолюшен. И никак не ответили. Ашер немного неприятно. Дэмэдж по Вайперу. Получает Сайланс. А где же наш Урса? А Урса просто... Армит. Драка была вчетвером против пятерых. Могут ловить еще и Лила. Ворды на Т1. Да, Лила здесь погибает. И минус 3, минус тавор. Ну, камбэк будет в игру дотатим. Странное решение драться было без мейнкерри своего. Топ-1 по Нетворсу. Было 1000. Получается, минус 6000. 5000 приму. Что получается было в этой драке у дотатим? Ласт хитит башню. Рамзес. И возвращаются в игру дотатим. Конечно, пока мы не видели участия Урсы. У него, в принципе, ТП было. Довольно странное решение тогда. Ну да ладно. Пока он себе выфармливает Battle Fury. У него она уже появляется. Стаг на Эншентах. И, я думаю, самое время Ашером выйти на Рошана. Возможно, разменяет СТ-1 снизу. Просто на ноге заходит на Рошана. Подрубается тактим. Тусик танкует. Еще и накидывает орб на Рошана. И довольно просто забирают его Ашер. Это никак не видели. Дотатим. И, соответственно, контестить его тоже не собирались. Урса подбирает Аегис с артефактом. Собирает себе Сашу Яшу. Чтобы повысить свой статус резистанс. Возможно, можно было и даггер. Но тогда не хватало бы статов. Всего 1300 хп. Снести их довольно просто. С таким пиком. Как у Дотатим. Собирает себе Bloodseeker Атос. И... Уже есть даггеровый фэна. Интересно, это не Witchblade. Только после даггера собирает пак этот артефакт. И получается 2. 2 по товарам. Отсутствует у обоих коллективов. Т1 на мид линии. И на своих сложных снесли тоже. По Т1 вышке. Что происходит? Пармит вайпер. Уже есть Атос. Скоро будет БКБ. А Resolution задумывается о покупке Юла. Дополнительный сейф. Либо же инициация. Что-то Мулила летит в Курьере. Смог и Вард. Ничего. Хотелось бы, конечно, ему даггер иметь. Но... Пока рановато. Фалконблейд покупает себе тусик. Уже есть Орбов Коррожен. Возможно, хотел бы себе каких-нибудь Некрономиконов. Но... К сожалению, он не тройка. И накопить на них быстро не сможет. Смог. Могут найти Кингера. Ультимейт от Пака. По Вайперу. Вайпер. Должен погибать. Нет, живет. Варды. Хильца. Живет. И не погибает. Ультимейт кончается. Боттл. Да, разбирают все Варды. И это был байт на Вайпера. А что у него? Даже без ПТ, кстати. Да. Был бы ПТ. Было бы еще проще. На Вайпера забайтили. 800 почти голды для HR. Полторы тысячи опыта. И преимущество достигает уже трех тысяч. А что у нас по экспириенсу? А по экспириенсу... Шесть. Вражеский лес. Выход. Это Ашеров. Рамзес убегает. Уже имеется у него Баттлфьюри. И планирует купить себе Блэк Кинг Бар. Странно, что он даже не купил Блайт Стоу на Дезолятор. Да, это не так много минус армора. Но в любом случае это... Никогда не является лишним. Уже появился Юл у Дес Профит. Ну, Лил себе даже ничего не планирует на Леоне покупать. Понимая, что денег особо много в этой игре у него не будет. А Урса быстрыми темпами приближается к Саше Яше. На Т2 стягиваются Ашеры. Что-то, что он с партифактом нейтральным. Оушен, Харту, Резорюшина. Ну, как для оффлайя неплохо. А что у нас по... Тир 2? Пока Тир 2. Не все выбили. Глиф от Дота Тим. Но это вряд ли помешает забрать Т2. Есть еще и ультимейт. Рискнут ли вы на ХГ пойти? В принципе, есть Урсы, а Егис. То есть, в теории это возможно. Но довольно рискованно. Потому что погибнуть может вся команда. И... Довольно просто, на самом деле. В прошлой драке показали Дота Тим, что у них есть чем откидываться. Есть урон. На ранней стадии. Наглый от Рамзеса. Но благодаря пассивке не цепляет его. Резолюшин. И падает отличный артефакт для Урсы. Аквила. Оставит ли он ее себе? Да, забирает себе. Скорее всего. People's Gift для Резолюшина оставляют. ХПшка до Пе никогда лишней не была. Урсы, тем временем, почти 200 демажа с руки. Плюс пассивка. Нарезает он довольно быстро. И планирует покупать себе после Бат... Сии уже Башер. На речке Пак. В Инвизе. Минус Курьер. Максимок поймать его Лил. Рисковая игра от Пака. Был бы размен далеко не в пользу. Дота Тим. И продолжают давить Ашеры. Выходят на Т2 в миде. Игнорируя третью сторону пока. Пропадает Аегис. Ультимейт от Резолюшина. И немного не успели реализовать Аегис Ашеры. Неприятно, но самое главное, что у них есть преимущество. Преимущество еще и по персонажам. И добивают Т2 на мид линии. Стяжка вниз. Есть еще Хекс по Фантомке. Здесь уже и Дэз Профит. Видит Фантомку. Блинковаться пока не на кого. Но здесь уже и Кингер. Да, спасает с собой Фантомку. Резоль продолжает преследование. Успеет ли? Здесь уже Заяц. Заяц просто своим телом сейвит Фантомку. А тем временем Нонграта забирает сверху две руны. На нижней линии кто у нас забрал? А на нижней... А кто вторую забрал-то? Куман получается. 2 в 2. Нюс Нонграта. Фак, сможет ли разменять Тусика? Нет. Крайне неудачная игра. Погибает сам. Погибает еще... Отдает еще и Стрик. Погибает и Бладд Сикер. Крайне неудачный размен. Ну как размен? По сути это была просто отдача. Размен когда что-то за это получают. А тут... Получили игроки только по физиономии. К сожалению для Дота Тим. Игра у них особо не складывается. Курса набирает Нетворс. Неужели уже летит Башер? Да. Готовый Башер уже летит в курсе. Сильный запак на такую минуту. До таймера нашла еще минута. И если прокат маленький таймер... Ультимейт как раз откатится у Резолюшена. Ультимейт от Бладд Сикера. Пока мупа Вайперу. Вайпер танкует. Много урона от Рамзеса. И погибает Вайпер. Хороший выход. Вот кстати я немного не понимаю. Почему недолюбливают обратку на Вайпере. Вот откроем по статам. По-моему артефакт максимально для Вайпера приятный. Она с армора собирается. Вот. Плюс урон. Плюс армор. Да всего 20%. Пассивки. Но актив это 80%. От того же быстрого фокуса. От фантомки спасает идеально. Фантомка крайняя. Тонкая. Тот же Бладд Сикер. Тоже не отличается плотностью. Да. В принципе как и Пак. И по-моему это был бы артефакт идеальный. Ну. Почему-то в нынешней доте. Этот артефакт недолюбливают. Вражеский лест может быть выход. Кстати до Рошана у нас полторы минуты. Перезахватывает ванпост соло. Но до 30-й я думаю. Его вернут себе Ашеры. Стягиваются на верхнюю линию. Может подставиться соло. А что это за амулет? Это возможно Глимер? Нет? Нет? Ну. Пока нет. Пока это просто амулет. Ладно. Вайпера. Тосик. Отрезают Кингера. Довольно быстро погибает Вич Доктор. Хороший врыв по Паку. Сайланс. Много дэмэджа. Пак погибнет. Пак не погибает. На нем Маледикт висит. Нет. Маледикт. Урна. Урна тикает. Но Пака не добивают. Байбек от Вич Доктора. Погибает Фантомка. Просто бегут. И давят Ашеры. Ничего не может сделать с этим Рамзес. Да. Если. Вайпер стоит в Шейкле. Вайпер в Хексе. Он может напасть. Он может нанести урон. Но в тимфайте. Его просто душат. Да. И уже после. Башера. Будет планировать себе. Манк Кингбар. И вот это будет точная смерть для Урсы. Фантомки. Урсы которая фантомка. Пытаются сплитпушить Дота Тим. Но он играет во вражеском лесу. Здесь же Ипак. Наглый выход от Леона. А но он под Эдвизом. Ему не страшно. И отступают из вражеского леса игроки Дота Тим. Урсы имеют уже 20 уровень. Не за горами Эбисал. А не летит ли он к нему уже? Да. Это уже готовый Эбисал для Урсы. Появился еще и Рошан. В смоках выходит Дота Тим. Интересно что у них получится из этого выхода. Об этом не подозревают Ашеры. Разве с Дэдкрит и уходит. Камеру чуть-чуть повыше. Ставят вард пока никого не видят. В смоках у нас и Ашеры. Палец АДП. Может это не ультимейт. Успеет прошимать Сайланс по двум. Отличный персонажам. Хорошие варды. Порасть от Расты по Тусику. Дэмэдж по Паку просто не выпускает. Добивает Пака. Добивает Соло. Добивает и Зайца. Но просто всех ест Куман. Это уже минус 3. Бэбэк от Расты. И не похоже что хоть как-то смогут Кумана в этой игре остановить. Да это. Это Рошан для Ашеров. Лидирует уже более 10 тысяч. И похоже что это довольно простая. Вторая игра для них. Подфаркивает варды Леон. Понял ли что здесь в сентре. Точнее вард. Ну помигали да. Скорее всего догадываются. Цепляется. Да да да. Должен его разбивать. Если палит Курьером. И разбивает вард. Аркейн Руна. Даже оставляет вайперу. Хотя приятнее было бы конечно. Иметь его на Дес Профит. Странно что не отдал. Ей ботал. Ну да ладно. Видимо хочет юзнуть БКБ. Под руной. Хотя вряд ли. Мне кажется было бы полезно. Все таки два ультиммейта от Резолюшена. Так бы они тоже смогли забрать. Возможно даже две линии. Может быть стричка на верхней линии. В лесу. Заяц. Просто убивают мгновенно Кенгера. Выход еще и на Соло. Ну здесь уже занаглел конкретно Тусик. За что и погибает. Здесь уже Янг Джи. Нарезает. Соло. Получает урон от Рамзеса и Сикера. Погибает. Здесь уже и Резоль. Погибает у Урса. Съедает Пака. Да погибают все персонажи. Кроме основных у Ашер. Но. Куман с Резолем. Просто добивают всех остальных героев. Размен в пользу. Ашер. И сколько у нас уже получается? 12.1.7 у Урсы. И 13.2.7 у Резолюшена. Это гуд гейм. Да. Просто ливают. Понимая что в этой игре уже Ашер им никак не остановить. Крайне уверенно игра на двух сериях от Hellraiser. Ашерс. 2.0. Очень-очень-очень уверенные игры. Поздравляем их с победой. А с вами мы увидимся в самое ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok